Локомотив против Зенита У Локомотива будет отсутствовать один из братьев Миранчуков, Баринов, получивший серьезную травму, у Зенита будет пропускать игру Бариус из-за полученной карточки, ну а также Себастьян Дрюси, получивший травму в прошлом матче. Составы на прогноз взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут отличаться. Ну и давайте, ребят, потихонечку начинать. С центра поля начинают хозяева Локомотив, поехали. Мостовой с мячом, подача на Дзюбу, первая попытка удара и удар от ворот. Чаще всего матчи между этими командами складывались без особой феерии голов. Если команды и побеждали, то чаще всего с минимальным счетом 1-0. Это, так скажем, самый популярный результат в матче между этими командами. Хорошая атака Локомотива, удар по воротам и здесь действительно простили. По-моему, Жемалединов бил по воротам, очень классно разыграли футболисты Лока. Прорвали оборону через центр, Эдер ассистировал и мяч прошел рядом со штангой. 25-я минута, Зенит в атаке, Азмун пытался сделать передачу на Дзюбу, но защита Лока действует очень аккуратно. У нас середина первого тайма, уже даже чуть больше сыграно и пока особо опасных моментов не было. Подача Малкома, Азмун пытался пробить, но удар не получился. 35-я минута, Зенит в атаке, подача Дугласа Сантоса, здесь Азмун, удар по воротам и мяч в руках Галкипера Лока. Опасный момент и Эдер прощает Зенит на последних минутах первого тайма. Начинаются вторые 45 минут, в первом тайме у команд было по два удара. Локомотив, мне кажется, был чуть ближе к тому, чтобы забить, особенно первый момент у них был очень-очень опасный. И мяч прошел рядом со штангой. Зенит тоже имел свои моменты, но, на мой взгляд, не столь острые, как у Локомотива. 58-я минута, атака Локомотива, еще один удар Эдера. И мяч снова проходит рядом с воротами. Какой Галешник забивает Локомотив Эдер, наконец-таки выскочил и попал в створ. Пошла очередная передача с левого фланга. Зенитовцы упустили нападающего Лока и тот в прыжке, в подкате, можно сказать, переправил мяч в дальний угол. 63-я минута, 1-0. Но немножко запоздал Караваев, не успел накрыть. Пошла передача и здесь Эдер, первый на мяче. Классно переводит мяч в дальний угол и выводит Локомотив вперед. Последняя пятиминутка, Локомотив снова идет вперед. Здесь зенитовцы успевают отбиться, но мяч снова переходит на левый фланг, откуда уже пришел один забитый мяч. Игнатьев пытается уйти от Ригони. Борьба на фланге и зенит отбился. Но ненадолго. Еще один проникающий пас в штрафную и теперь на вынос играют футболисты зенита. Две минуты добавил арбитр. Они уже практически истекли и, видимо, ребята, в нашем прогнозе побеждает Локомотив. Все. Финальный свисток победы Локомотива 1-0. Каким результат будет в жизни, узнаем с вами совсем скоро. Выпишите свои прогнозы, поддерживайте видео лайком. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok